Книга «Открытым оком» 5-й том. Тема «Богослужение». Вопрос 1445. Иоаннгелет Иоанна, 7 глава, 39 стих. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо потому, что Иисус еще не был прославлен. Но вот в символе веры мы читаем «И в Духа Святаго, глаголившего пророки, как же тогда прорекали пророки, как апостоли, апостолы совершали чудеса», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Еще не было на них Духа Святаго. На апостол, как и на пророках, был Дух Святой. Но это пребывание Духа было и не постоянно, и не во всей полноте. Так уже воскресший Христос дает еще большую благодать. Но и это было всего лишь прологом к Пятидесятнице, к полноте получения Духа Святого, доступной полноте на земле. А полнота совершенная будет только в вечности, когда река Духа потечет в раю, напояя совершившихся до чувствования во Христе». Евангелие от Иоанна, двадцатая глава, двадцать второй стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго». Деяние 2.33 «Итак, он, быв вознесен в десницею Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Галатам 4.6 «А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Откровение 21.6 «И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Деяние 22.17 «И дух, и невестка говорят, придите. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Для пролечения пророки имели духа в самой слабой мере, и апостолы имели духа для совершения чудес, но не имели благодати на проповедь вселенскую, на мужественное противостояние врагам.